Здравствуйте! Сегодня Игровед расскажет вам о третьем издании настольной игры Ярость Дракулы. Зловещие планы известного графа-вампира вот-вот воплотятся в жизнь, и только вам под силу его остановить. Игра может похвастаться большим количеством карт и жетонов, а также пятью фигурками игровых персонажей. При подготовке к партии разместите на поле жетоны влияния и времени, разделите колоды на стопки по символам на рубашке и перетасуйте их. Отдельно отложите боевые карты, а карты в стопке локаций Дракулы разложите по алфавиту. Сыграть могут от двух до пяти игроков. Один возьмет на себя роль Дракулы, а остальные поделят между собой охотников. Игроки размещают охотников на поле в соответствии с указанием в правилах, либо по своему усмотрению. После чего Дракула выбирает, где он начнет игру. На старте игры он получает пять случайных карт столкновения. В этой игре Дракула действует и перемещается скрытно. Он просто выбирает карточку с названием города, в котором хочет начать игру, и располагает ее на первом делении своего следа. Партия в ярость Дракулы состоит из серии раундов, каждый из которых олицетворяет одни игровые сутки. Днем каждый охотник выполняет по одному действию, затем ночью еще по одному, после чего ходит Дракула. Только днем охотник может передвигаться. Он либо идет пешком по одной красной дороге между двумя городами, либо использует билет на поезд, чтобы проехать по железной дороге на столько шагов, сколько указано на билете. Наконец, охотник в порту может выйти в море. На следующий день он сможет либо сойти на берег в любом порту этого же моря, либо переплыть в соседнее. В качестве действия в городе охотник может снарядиться. Находясь в крупном городе, он получает верхнюю карту из топки предметов. В маленьких городах предметы получить нельзя. Но затем, вне зависимости от размеров города, игрок тянет карту события. Если сейчас день, он получает верхнюю карту из колоды. Если же сейчас ночь, карта берется снизу колоды. И если это окажется карта Дракулы, вампир получит ее на руку и сможет применить впоследствии. Количество карт, предметов и событий на руках игроков ограничено. Это указано на планшетах их персонажей. Потратить действия также можно на лечение одной раны, получение железнодорожного билета, обмен предметами или билетами. И, наконец, действия можно потратить на обыск, если в этой локации лежит закрытая карта столкновения. Как только все охотники походят и днем, и ночью, ходит Дракула. Он перемещается по дороге в один из соседних городов. Сперва все его карты на следе сдвигаются вправо, а затем он кладет новую, обозначая свою текущую локацию. Туда он также кладет одну из карт столкновения с руки, а затем снова добирает до пяти. Если до сих пор неоткрытая карта столкновения уходит со следа при новом движении Дракулы, он активирует ее, применяя эффект активации. Дракула также, как и охотники, может выйти в море, но за это он заплатит два здоровья и еще по одному при каждом передвижении из одной морской зоны в другую. Рубашки морских карт отличаются по цвету, так что охотники узнают, что Дракула путешествует морем. Но, несмотря на то, что вампир перемещается скрытно, охотники могут его выследить. Если любой из них окажется в городе, карта которого лежит на следе Дракулы, тот открывает ее. После этого вампир может по желанию применить эффект карты столкновения, как правило, вредящий охотникам. Если же охотники окажутся в городе, в котором Дракула находится сейчас, на ближайшем рассвете или закате состоится бой. В поединке Дракула использует карты из особой колоды, а охотники — три базовые боевые карты и все снаряжение, что им удалось добыть. В каждом раунде боя противники выкладывают по одной карте в закрытую, а затем открывают их и сравнивают символы. Если на карте охотника есть тот же символ, что и на карте Дракулы, ее эффект отменяется, а охотник применяет текст на своей. Если символы не совпадают, эффект карты Дракулы разыгрывается первым. Бой продолжается либо шесть раундов, либо до поражения или бегства одной из сторон. Погибший сыщик теряет все свои вещи и карты событий, а на следующем рассвете окажется в ближайшей больнице. Дракула за это получает два очка влияния, плюс еще одно за каждый жетон безысходности. Один такой жетон появляется на поле каждую игровую неделю, а начиная с четвертой Дракула начнет получать победные очки каждый раунд. Задача охотников победить вампира, лишив его 15 единиц здоровья. В этом им призваны помочь особые способности каждого из них. А если игра покажется вам слишком легкой, вы можете добавить Дракуле особые способности и прочие усиления. Третье издание Ярости Дракулы полностью избавилось от кубиков и предлагает игрокам настоящий охотничий вызов. Но не станут ли сами охотники жертвами кровавого графа?